Не может быть такой ситуации в нашей стране, что миллиарды, речь идет о миллиардах долларов, которые указаны в так называемой барной книге, могут ходить в нашей стране в виде коррупционных взяток и правоохранительную систему, которую мы построили, это НАБУ и САП, они этим не будут заниматься. Они обязаны заниматься. Просто по определениям. Потому что люди хотят знать, где их деньги, почему они живут плохо, кто их ворует и как их вернуть. С точки зрения политической, безусловно, я тут поддерживаю оратора, это важный политический процесс, где каждый чиновник в нашей стране должен понимать, что он будет нести ответственность. И не существует так называемой крыши, которая будет его крышать, потому что он что-то знает или где-то видит. Потому что Онищенко был очень невыгоден для власти, для того, что проведили в отношении его уголовного производства. А теперь юридически. Дело в том, что я вообще не понимаю словом «барная книга партии регионов». Для этого нужно было ответить, что же это за документы. Потому что если это правомерные доказательства и документ, то я думаю, что господин Манафорт, который обслуживал господина Януковича и о том Трампа, у него тоже есть действия. Это в частности статья 212 Уголовного кодекса неоплата налогов. Там сумма около 2 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Соответственно, неужели мы видим сейчас и на это лицо уголовные дела? Но и самое главное, такие вещи, как Онищенко, который открытно сказал, что он финансировал за 6 миллионов долларов свой мандат. Такие вещи, как 60 миллионов долларов на антирекламу Яценика, на подрыв политической силы, которая заняла первое место в стране. Это кричащие моменты. И мы требуем от НАБУ, всех правоохранителей, такие вещи, как ямбарная книга, как и Онищенко, расследовать и показать, о чем идет речь. Ведь еще раз, я очень надеюсь, с точки зрения права, это просто бумажка. Она не стоит более того. И нельзя на основании самих вот этой книги привлечь никого к ответственности. В реальности. Единственная разница заключается в том, что мы очень надеемся, что у правоохранителей есть показания, видео, доказательства, экспертизы, которые могут доказать наличие преступлений в действиях конкретного лица. И последняя важная вещь. Знаете, тут нужно тоже удержаться от двух важных моментов. Первое. Я считаю, что, знаете, у нас каждый судья, каждый профессионал, не видел, не знаю, но осуждаю. То есть здесь нужно все-таки быть очень размеренным и ссылаться на конкретные документы и факты, которые существуют. И третье. Не дать возможность политизировать процессы. Ведь мы все играем сейчас в каких-то шпионов, а Нищенко приходит с какими-то часами, еще чем-то происходит. И что происходит? В шпионских книгах и фильмах, которые я в детстве смотрел, для того, чтобы подбросить дезинформацию, всегда берут пару настоящих документов, чтобы все знали, что они настоящие. И вот тут может быть проблема, что в настоящие документы кто-то вкладывал специальный фейк для того, чтобы кого-то подорвать, что-то сделать. Здесь нужно быть очень аккуратным, и мы очень надеемся, что наши правоохранители смогут доказать вину каждого лица и смогут защитить невиновных, если такие там будут существовать.